МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель – майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Проект Первого Канала «След». Понимаете, это мое первое дело. И мне нужна ваша помощь. Я понимаю, что рабочий день у вас тоже закончился. Так что же случилось, лейтенант? Убийство. Сегодня была убита гражданка Лариса Васильева. Гражданка Васильева была убита в собственной квартире кухонным ножом, который мы обнаружили в руках ее мужа Геннадия. Давай, Петров, упаковывай этого деятеля в машину. Милиция вызвала дочь, которая пришла с работы и застала эту картину. Отец лежит пьяный с ножом в руках, а мать рядом со страшным ранением от этого ножа. Ну, что говорят соседи, лейтенант? Никто не видел, чтоб чужие в квартиру заходили. А вот ругань слышали весь день. Ну, а что вас конкретно смущает, лейтенант? Рана была одна? Да, одна. Но Гена, этот муж, но он совершенно лыка не вязал. Но он не мог с такой точности ударить. Ну, с точностью медика или спецназовца. Там, правда, еще сын их ненормальный был. Сын? Да, но он совсем того. Ну, дебил, что ли. Но он точно не мог. Но он что-то видел? Может, и видел, но от него ничего не добьешься. Только мучит и слюни пускает. А какие у алкашей дети? Младшие. Это же дурачок, а дочка вообще никудышняя. Как ваша фамилия, гражданочка? Вызовем повестку в милицию. Зачем? Ничего я не знаю. Ну, не знаете, ничего сплетни разносить. Видишь, какая нездоровая обстановка сложилась вокруг этого дела? А все просто. Подрались они, набили друг другу мордой. Потом по пьянке мужик за нож схватился. Ничего нового. А ты, кстати, куда исчез? Трупов, что ли, боишься? Да нет. Простите, у меня это, ну, аллергия там, на запахи разные. Но что вы от нас-то хотите, лейтенант? Понимаете, у меня с детства обоняние обострено. Я даже когда в аптеку захожу, чихать начинаю. Вот. И мы когда на месте начали работать, я тоже почувствовал, что пахнет медикаментами. И чихать начал. Но откуда там в квартире взять с медикаментом? Нет, там точно что-то не так. Ну, ну, не мог пьяница так точно ударить. Факт, что не мог. Как же так? Мы же даже ничего не расследовали. А что тут расследовать? Этот Гена Васильев прирезал свою жену, детей без матери оставил. А ты ему еще дай проспаться до утра. А мне кажется, что не все так просто. Слушай, Антош, ты у нас с опером сколько? Второй месяц? Вот и послушай старших товарищей. Да у тебя таких ген по сто штук в год будет, понял? С закрытыми глазами начнешь раскрывать эти непростые преступления. Товарищ капитан, ну я чую, что здесь что-то не так. Разрешите хоть нож экспертам показать? Каким экспертам? Ну, это из ФЭС. Ну, откуда ты такой настырный выискался? Пойдем пиво пить. Бытовуха, она бытовуха и есть. Спасибо, не пью. И все-таки разрешите показать? Да, пожалуйста. Если хочешь, чтобы мы на тобой посмеялись, ступай. Вот этот нож. Вы только проверьте его и все. Ей больше ничего не надо. Я знаю, если там что-то есть, вы обязательно найдете. Так что нам надо найти? Отпечатки пальцев вашего Васильева? Галина Николаевна, я могу идти? Даш, ты как раз вовремя. Не в службу, а в дружбу. Посмотри-ка вот этот нож. Нож кухонный, бытовой. Судя по запаху, им вскрывали шпроты. Ну и людей, судя по следам крови и тому, что его принес дяденька-милиционер. Галина Николаевна, мы теперь бытовухой занимаемся. А вот ты убеди меня, что это не бытовуха. И сообщи о результатах. Ну что, пойдемте? Антон. Пойдемте, Антон. Три минуты. Надо же. Кто бы мог подумать. Так, а посмотрим, что у нас там с пальчиками. Действительно, что? Значит так, результат осмотра такой. Антон. Нож в столовой, мыли его давно. Отпечатков очень много, но кроме отпечатков на рукоятке есть следы медицинского тайка. Вот посмотрите, как раз в этих местах отпечатки явно затерты. Но на одной из затертостей отличный мужской отпечаток. Это говорит о том, что предпоследним в руках нож держал человек в медицинских перчатках. И что это значит? Да, Даш, слушаю, какие результаты? Галина Николаевна, настоящий убийца вполне мог вложить в руку Васильева нож, воспользовавшись тем, что тот пьян и абсолютно ничего не соображает. А ты говоришь, бытовуха. Антон пусть везет этого Васильева к нам на допрос. А тело его жены к Ромашину. С его начальством я сама договорюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Рита Васильева. Да, что вам нужно? Нам нужно осмотреть место преступления в вашей квартире. Вы мусор уже весь вынесли. Нет, только из кухни. Будете изучать? Нет, ну кухня нас интересует меньше всего. Покажите, где все произошло. Давайте. Пейте кровь рабочего человека. Это ты-то рабочий человек. Ты хоть помнишь, когда последний раз на работу ходил? Чего ты докопался-то? Как пьяный на радио. Спой, спой. Бывало бы пивали по-зарую. Так не со зла для порядка, чтобы Лариска знала, кто в доме хозяин может полечить. Васильев, ты что, совсем обнаглел? Ты хочешь, чтобы тебе еще здесь налили? У нас все. Пойдем. Пойдем. Давай, давай. Игорь, ну ты что, все ли как? Все, я закончил. Слушай, с этими новейшими технологиями сбор вещественных доказательств напоминает уборку помещений. Но там мини-пылесосом не обойтись. Там нужна метла. Хозяйственный ты. Жениться тебе надо, барин. Раз в три. Да я и в этом браке счастлив. В ваших руках был тот самый нож, которым убили вашу жену. Как он там оказался? Вы хоть что-нибудь помните? Да ни черта я не помню. На теле пострадавшей Ларисы Васильевой, проникающая ножевое ранение в грудь, нанесено уверенно, судя по направлению раневого канала, правой рукой. Дальше задето сердце. Смерть, похоже, наступила мгновенно. Время смерти вчера между четырьмя и пятью часами вечера. Скорее всего, и ничего не почувствовала. А это как? Повышенного количества эпинефрина в крови не наблюдается. Следов борьбы нет. И удар ножом нанесен почти под прямым углом. Вот смотрите, Маргарита, как интересно получается. Дверь явно отмычкой не отпирали. Нигде есть царапин, повреждения от подбора ключей. Скажите, а вы когда заходили, дверь была не заперта? Нет, закрыта была, но не заперта. Ну, мать с отцом, они могли на улицу выйти за водкой, вернуться и не закрыть. Ну, сами видите, брать у нас нечего. В общем, я пришла, увидела все это и позвонила в милицию. Рит, ничего, я сам за собой поухожу. Ничего. Скажите, а где ваш брат? А я его вчера вечером в интернат отвезла. А я не в состоянии его кормить и обслуживать. Нам наша соцслужба давно предлагала. У вас все? Мне на работу пора. Пили, помню. На риску за водкой ходил, помню. Кильку, помню, выковыривал из банки. Все, больше ничего не помню. К вам кто-нибудь приходил вчера? Да не помню я ни черта. Ты не убивал ее, Лариса. Что вы не понимаете, что ли? Зачем мне убивать ее? Лариса любила ее. От дочки хорошего слов не дождешься. Она ее нальет и пожрать даст, обогреет. Ну, ругались мы с ней, ругались иногда, ругались, да. Но не убивал я ее. Не убивал я ее. Ну, друзья мои, сейчас я буду доставать улики из мини-пылесоса. Да ладно, улики. Испугал. Не скажи. Вот это дошло ли тебе капитан Котов с дверных ручек собрал? Волшебник подарочки принес. Вот. Волос. По-моему, женский. Он вообще к делу по оде не относится. Прилип к обуви где-то, а он притащил. Ну, если женский, то это вам, Петр Сергеевич. О, ну да, конечно. Я же на парике собираю. Нет, Даша, волосом займешься ты. А вам профессию. Я принес таблеточки. А, ну, вот это другое дело. А вы, капитан Котов, шли бы, что ли, пылесос почистили? Шли бы вы, капитан Шустав. Блоболы. Вчера пришла домой, увидела, ну, что с мамой случилось. Испугалась. Подумала, может, зря так с ней ругалась. А с братом что будешь делать? Пусть пока в интернате поживет. Слушай, а у тебя же есть риэлтор? Да, ты хочешь поговорить с ним? Ну, конечно. Я в эту квартиру больше возвращаться не хочу. Переезжай ко мне. Спасибо. Но квартиру все равно буду продавать. Ну, на, вот его телефон. Позвони ему, когда все успокоится. А зачем ждать? Я сейчас позвоню. Опять тальк. Могла бы и сама догадаться. Ну, а чем ты там догадалась? О том, что и входную дверь, и дверь в комнату в квартире Васильевых открывали в медицинских перчатках. Скорее всего, в тех же, в которых и держали нож. Молодец. В общем, мы явно имеем дело с преднамеренным убийством, которого Геннадий Васильев, скорее всего, не совершал. Да, и не потому что он такой хороший, а просто он был в полном отрубе. Да, пять промилле практически смертельная доза. А ему еще нужно было взять нож и убить свою жену. Между прочим, в прошлом месяце в Болгарии задержали одного водителя, местной полиции. Так вот, у него в крови было десять промилле, а он еще при этом помнил, на какие педали нажимать. Так что даже не убеждает. А я уверен, они оба спали в момент убийства. Да и характер раны. Рана аккуратная, точная. Пьяный человек просто не в состоянии нанести такое четкое, точное ранение. То есть, выходит, кто-то знал, что Васильева к пяти часам должны были заснуть. Вошел в дом, взял нож, убил Ларису и вложил нож в руку Геннадия? А дверь у них, по словам дочери, часто бывает незакрытой. Или у преступника был ключ. Кстати, Петр Сергеевич, а что там с таблетками? Извините, еще точно не могу сказать. Что-то седативное. Я полагаю, снотворное. Причем довольно дорогое. И вот что интересно. Их сначала явно брали в рот, а потом выплевывали. На них осталась слюна. Я нашел эти таблетки в маленькой комнате. По материалам следствия, в этой комнате находился мальчик, брат Рит. Возможно, эти таблетки дали ему, чтобы он ничего не запомнил. Ну а он их выплюнул. Петр Сергеевич, а могла убить женщину? Вполне. Ну тогда это могла быть дочь. Мотив у нее как на ладони. Квартира, свобода. Она же была связана по рукам и ногам родителями. А кстати, сколько ей? Двадцать два. Да, и я бы не сказал, что она красавица. Вот именно. А в этом возрасте это очень болезненно. Надо бы, конечно, выяснить о ней побольше. И вообще пора с ней поговорить. Она уже минут пятнадцать усидит за дверью. Я ее вызвал. У меня мать умерла вчера. Отца арестовали за ее убийство. Оставьте меня в покое. Что вы меня дергаете? Рита, а вы не дергайтесь. Просто ответьте на наш вопрос. Скажите, где вы были вчера в пять часов вечера? На работе. Быстрее, Васильева. Чего копаешься? Да иду же. Ай! Ай! Больно? Нет, приятно. Сама как думаешь? Я работаю в супермаркете. Там и была, и в три, и в пять. Скажите, а у вас проблемы со сном? Ну, мы нашли у вас сильнодействующее снотворное. У меня? О чем вы? Ну, в комнате. На полу. А, это? Тогда я принимала. А вы попробуйте так пожить. Ну, пилая снотворное, и что? Могли закатиться несколько таблеток. Угу. Так. Перепишем звоночки. Адресную книгу. Посмотрим, с кем она общалась. Ага. А это уже интересно. Алло, Игорь. Рита разговаривала по телефону немного. Ну, человека четыре постоянных абонента, я с ними разберусь. А вот последний звонок она сделала в компанию, которая занимается недвижимостью. И говорила больше двадцати минут. Что, не терпится квартиру продать? Угу. Значит, у вас погибла мать. Отца по подозрению в убийстве арестовали. Вы отправляете вашего брата в интернат. И тут же предлагаете квартиру на продажу. Не рано ли? Тогда предлагаю. И что? И что, меня подозревать в убийстве, да? Да вы просто ничего не понимаете. Да где вам понять? Вы хоть знаете, что такое жить в нищете и не иметь возможности купить себе самую дешевую? Новую помаду. Знаешь, что у тебя за спиной смеются? Пальцем показывают. А кто может подтвердить, что в пять часов вы были на работе? Да все, вот. До аптечки дойдешь? Дойдем. Какое время? Пять. Десять минут шестого. Я не знаю, когда я это сделала, но я обожглась вечером. И это видели все. Я до конца смены еле достояла. А вы? Лишь бы оскорбить. Рит, вас никто не оскорбляет. Просто есть вопросы, которые мы обязаны задать. Для того, чтобы найти убийцу. Так все-таки зачем вы продаете квартиру? Не могу там жить. Ужасы всякие мерещатся. Галина Николаевна, у меня две новости. Плохая и хорошая. С какой начнем? Ну, что ты выпендриваешься, Игорь? Ну, не до шуток. Хорошо, начнем с хорошей. По всей видимости, Рита Васильева нам не врет. Новость плохая. Она действительно была весь день на работе. Никуда не выходила? Никуда. Там очень строгие менеджеры. Практически с секундомерами стоят. Все ее видели. А в конце смены, около часов пяти, она прокинула на себя противень с пиццей. И обожглась. Ну что, Петр Сергеевич? Исследование некроза тканей в месте ожога у подозреваемой Васильевой показало, что ожог был получен в день убийства от пяти до шести часов вечера. То есть то самое время, когда произошло убийство? Железная альбия. И киллеров она тоже не могла нанять, потому что у нее нет денег даже на убийство таракана. О, привет. Вовремя пришла. Давай быстрее переодевайся и на танцы. Не хочется. Да брось, пойдем. Меня опять в ментовку таскали. Что да как. Подозревают? Вроде нет. Надо быстрее эти квартиры продавать и валить отсюда. Уедем куда-нибудь. Куда? А туда, где мужиков. Побольше, а баб поменьше. Мы же молодые. Красивые. Нам только жить и жить. И чего они прицепились-то? Нож в руке у папаши. Отпечатки его. Чего им еще надо? Боишься, подруга? Поздняк метаться. Неужели я действительно ошиблась? Галина Николаевна, ну, даже я иногда ошибаюсь. Ну, просто девочка решила воспользоваться удачно сложившейся для нее ситуацией. Но не исключено, что какой-то сторонний убийца оказался в квартире Васильевых именно в тот момент, когда Рита обожглась, а родители ее, напившись водки, спали. А кому надо столь грамотно убивать жену алкоголика? Вот я был у них в квартире. Там брать нечего. Нету мотива. Значит так. Завтра с Игорем проверьте все связи и контакты супругов Васильевых. Делайте, что хотите. Мне нужно найти ниточку. И еще. Рита упоминала, что и мать работала няней. И ее уволили. Проверьте. Ну и, конечно, попробуем поговорить с братом Риты. Возможно, он все-таки что-то видел. Я сделала запрос, и нам разрешили беседу в присутствии психиатра. О, Галина Николаевна, мы как раз к вам. Мать Риты, Лариса Васильева, действительно работала няней. Все об этом говорят. Вот наш Пинкертон опросил соседей. Да, и соседка Васильевых подтвердила, что Лариса из-за пилата как раз, после того, как вроде угробила чужого ребенка. Надо выяснить, что это за ребенок. Это вполне может быть мотив. А фамилия известна? Репнин, Миша. А мать его зовут Вера Петровна. По старому адресу не живут. Ищите. Да я уже послал запрос в паспортный стол. Ну, как настроение? Прошел мандраж? Вроде да. Вроде да. Смотрю, так нет. Гляди, подруга, с перепугу глупости не наделай. Предупреждаю по-хорошему. Не наделай. А наделаешь, пожалеешь. Димочка, скажи, пожалуйста, что было до того, как ты пришел к нам? Вспомни. Папа. Мама. Да. Вспомни. Может быть, кто-нибудь приходил к вам домой? Да. Приходил, да. Кто приходил? Мужчина. Женщина. Фея. Фея. К тебе приходила фея, и она гладила тебя по голове. Да. Фея. Белая. Белая. Как на картинке. И сказки. И у нее были светлые волосы. Да. Приходила фея. И гладила меня по голове. Вот здесь. Фея со светлыми волосами? Как-то это не конкретно. У мальчика дебилизм. Он чаще всего понимает, что ему говорят, но не развита внимание и память. Отвечает он односложно. Так что Рита имела полное право сдать его на попечение государству. Ой, где же нам искать эту фею-то со светлыми волосами? Между прочим, один светлый волос ты уже нашел. Значит, блондинка все-таки была. Ну да. Ну что, Даша? Данька есть. Сравнивать пока нещем. Но в остальном волосы с квартир Васильевых был многократно обработан химической краской для волос. Причем не лучшего, а качество довольно дешевой. То есть фея, которая, возможно, убила Ларису и уж точно была в квартире в момент убийства крашеная блондинка? Не обязательно, но надо проверить. Дашенька, а я у вас в компьютере видел фотографию этой репниной. По-моему, она была блондинка. Точно. И причем крашеная. Галина Николаевна, пришел ответ по репниной. Рассказывай. Она продала квартиру в центре, купила в Подмосковье однокомнатную. Сына возила в Германию в частную клинику. Там ему вроде была сделана операция. И сейчас он проходит курс реабилитации в онкологическом центре. В Германии? Нет, у нас. Она была в Москве. Во время убийства она была в Москве. Да. Но я проверил ее алиби. Она была в больнице и никуда не отлучалась. Ее видели много людей. Все равно мы должны ее допросить. Поезжай, доставь ее к нам. Хорошо. Значит так. Просмотрел я все анализы, историю болезни. Этот мальчик, Вася Репнин, заразился гепатитом. Мать, Вера Петровна, положила его в больницу. А там диагностировали рак печени. Бедный ребенок. Это же как удар для матери. Да, да, да. Страшнее не придумаешь. Но у этой истории есть предложение. Мать, Вера Петровна, стала обвинять во всем няньку, Ларису. Мол, она не доглядела за ребенком, кормила его разной дрянью из палаток и так далее, и так далее. Врачи мне рассказывали, что она прилюдно грозилась отомстить Ларисе. То есть у Репниной был мотив? Был. Разъяренная мать. Существо страшное. Так вот откуда запах лекарств, на которые отреагировал наш молодой оперативник, Антон. Мать же постоянно в больнице, лекарства. Ага, и не забывайте, что она была окрашенной блондинкой и могла пользоваться этой краской. Ну, хоть она женщина не бедная, но явно все деньги тратила на лечение ребенка, да? Пока что не нашли, но сейчас как раз устанавливаем ее местонахождение. Ее? Извините. Так, спасибо. Я сейчас вернусь. У него, наверное, аллергия на шерсть. Хотя, кофточка-то у вас не шерстяная. Нет. Это шелк. Натуральный. Угу. Дорогая вещь. Не моя. Подруги. А у меня на такую денег пока нет. Рита, вы настаивали на встрече. Вы узнали что-то новое? Я хотела узнать об отце. А его вину доказали? Ну, я не могу рассказать вам всех подробностей. Эта информация контенциальная. Но суд рассмотрит дело вашего отца, вынесет приговор. И только после этого можно говорить о виновности. Я просто хочу продать свою квартиру. С деньгами проблемы. Мне хочется вас расстраивать, Рита. Но вам не удастся продать квартиру. Почему это? Вы что, ее арестуете? Ну, не говорите глупости. Мы не будем ничего арестовывать. Просто для того, чтобы ее продать, вам нужно получить согласие вашего отца. Но он же в тюрьме. Он убийца. Ну, во-первых, его вина еще не доказана. А во-вторых, даже осужденный, он не теряет право на квартиру. И вы знаете, я хочу предостеречь вас от глупых поступков. Нечестный риэлтор, попробовать подделать документы. Такое бывает. Но постольку, поскольку у вас есть брат и ваш отец некоторым образом находится у нас на попечении, поверьте мне, мы отследим судьбу вашей квартиры. А что мне делать? Жить. Ждать решения суда по вашему отцу. И договариваться с ним. Вот так. Я вас больше не задерживаю с собой. Скажите, когда последний раз вы видели Ларису Васильеву? А кто это? Она была няней у вашего сына. Вот вакуум. Именно. Вот уж не думала, что придется ее вспоминать. Что, никак не можете простить? Да нет, давно простила. Сначала я зла на нее была, даже убить хотела, честно скажу. А потом поняла, если бы не гепатит тот, сына бы я не спасла. Он бы просто умер. Вы знаете, рак печени, он такой быстрый в этом возрасте. Месяц и все. Даже не болит ничего. Так что я ей даже благодарна. Хорошо, Вера Петровна. Как и обещала, вас отвезут домой. Только, пожалуйста, в ближайшее время никуда не уезжайте. Вы нам можете понадобиться. Куда же я денусь от сына? Ну, посмотрите, как интересно-то, а? Дашенька, посмотрите. ДНК с волоса, найденного в квартире Васильевой, не совпадает с ДНК Верой Репниной, но полностью идентичен с ДНК волоса, который только что нам принесла Рогозина. А волосок этот с кофточки. А кофточка-то не Риты Васильевой, а ее подруги. Подругу надо искать. Подождите. Я же видела, волос темный, а Шустав приносил блондинку. Ну и что? Человек недавно сходил в парикмахерскую. Структура же та же самая. Это волос крашеной блондинки. Нет в нас, женщинах, постоянства. Максимова, вы лучше, чем шутить. Давайте подумаем, как найти подругу Риту Васильеву. Ведь вполне возможно, что это она убийца. Есть одна мысль. Здрасте. Галина Николаевна. Заходи. Я тут кое-что выяснила по поводу подруги Риты. Еще раз проверила всех абонентов, с которыми она общалась. Так вот, есть такая Ольга Петровская. Так. По глазам вижу, ты еще что-то накопала. Еще бы. Это Ольга. Работала вместе с нашей Ритой в супермаркете. Но месяц назад она ушла оттуда. И теперь работает в аптеке. Аллергия нашего Антона? Точно. Кроме того, три недели назад у Ольги умерла мать. Сердечный приступ. Ну что? Люди вообще-то смертны. Или есть что-то подозрительное? Ну не знаю, Галина Николаевна. Все как-то так складывается. А в случайности я не верю. Вы же меня учили. Хорошо, Даша. Я еще раз посмотрю заключение о смерти и добьюсь эксгумации тела матери Ольги. Привет. Спишь что ли? Нет. Ты начала валяешься? Меня снова таскали в милицию. Великое дело. Менты твоему папашке дело шьют? Вот тебя и таскают. На весь этот ему срок успокоятся. Ладно. Давай вставай. Скоро риэлтор с покупателем на квартиру приедет. А ты тут разлеглась. Заодно на своей квартире договоришься. А о моей незачем говорить, понимаешь? Незачем. То есть ты передумала? Я не передумала. Я не могу продать. Права не имею. У меня брат и отец. Рита получала иногда смс-ки от Ольги с электронной почты. Я решила найти компьютер, с которого они отсылались. Это оказался интернет-клуб. Да. Судя по всему, девушки довольно часто там бывали. Вот я сейчас скрываю их входы, пытаюсь понять, что же девушки искали в интернете. Отлично. Дашь, попробуй еще установить дни, в которые Рита работала в спермаркете, а Ольга у себя в аптеке. Угу. Значит, это Ольга Петровская приходила в квартиру Васильевых в перчатках и убила Ларису. А Дима ее принял за фею, потому что она его погладила. Молодец. Молодец. Спать. Спать. Баюшки, баюшки. Ну да. Ольга работает в аптеке. Поэтому лейтенант Щукин чихал на месте поступления. У него аллергия на лекарственные препараты. Кстати, Ольга училась в медицинском техникуме. И те таблеточки снотворные, которые ты нашел, продаются у нее в аптеке. Ну зачем все это? Неужели ради квартиры Риты? Рита. Анализ ткани, взятый от Трупа Петровской, показывает наличие остатков клофелина. Галина Николаевна, Ромашин по поводу Петровской. Это убийство. Да. Введен клофелин, а он как раз и спровоцировал острую сердечную недостаточность. Да, да, да. Ну, для тяжело больной женщины этого хватило. Есть. Мать Петровской была убита. И Ромашин это точно установил. Даша, ты проверила алиби этих девиц? Проверила. Обе отсутствовали за последнее время на работе всего по одному разу. Ольга позавчера, когда была убита Васильева, а Рита за три недели до этого, пятого числа. В тот день умерла мать Ольги. И укол этот сделала Рита. А потом Ольга направилась домой к Рите. Ну, что называется, с ответным визитом. Рита сообщила ей, что родители в запое и к пяти часам должны уснуть. Товарищ, очень удобно. Ты мне, я тебе. И у обеих стопроцентное алиби. Я недавно прочитал одну книжку. Там в поезде встретились два мужика. Ну, случайные попутчики. Разговорились, начали говорить о проблемах и договорились до того, что каждый убьет врага другого. Ну, чтобы никто не догадался. Давайте-ка эту самую Ольгу мне сюда. Мы теперь знаем, что ее мать умерла после укола клофелина. Посмотрим, что она скажет. Так и сказала. Он, мол, наш подопечный, и мы обязаны отследить судьбу квартиры. Да. Попала ты. Да мы обе попали. А я-то здесь встречала. То есть, как, при чем? А так? Главное дело мы с тобой сделали, не подкопаешься. А теперь каждый за себя. Я лично как квартиру свою продам, сразу уеду. А ты как сможешь. Мы же подруги. Нет. Мы теперь не подруги. Мы теперь соучастницы. Я боюсь. Теперь они точно все узнают. С чего ты взяла? Они такие. Ты бы видела, какие у них глаза. Не паникуй. Мне страшно. Что мы с тобой натворили? Может, лучше пойти во всем сознаться? Я вчера на допросе уже хотела все рассказать, но духу не хватило. Ну, ладно, Ритуля, успокойся. Это ты из-за квартиры переживаешь. Плюнь. Продадим мою и уедем вместе. На первое время денег хватит. А потом мы что-нибудь придумаем. Ты думаешь? Конечно. Ну, давай, давай, вставай. Пойдем с тобой на кухню шампанское пить. Пойдем? Я тебе покажу, как сознаваться. Дрянь. Вот это улица, вот это дом. О! Да, слушай тебя внимательно. Да? Ну, хорошо, жду тебя. Кость, подожди. Бронежилет прихвати. Ну, как зачем? Мы же к девушкам в гости идем. Давай. Ты посидишь пока здесь, подруга. Ежели что, убью. Мне терять нечего. Сама знаешь. А, вот и риэлтор. Молчи и не шевелись. Иду, иду. Иду. Вы кто? Ольга Петровская? Да, это я. Федеральная экспертная служба, майор Лисицына. Вам нужно проехать с нами. Зачем? Я никуда не поеду. Девушка, что же вы нас так боитесь-то, а? Мы же не страшные. Мы приедем, поговорим, и все. Два слова. Ну, хорошо. Но только мне нужно переодеться. Конечно. Подождите меня здесь. Только недолго. Хорошо? А что это у вас? А, наверное, гладильная доска упала. А давайте я ее подниму. Ну, а вы со мной останетесь. Кость, давай ее сюда. А врать девушек нехорошо. Разве мама, которая его убили, вас это мне научила? Да она, это она все придумала. Я не хотела. Я правда не хотела. А ты ангела-то из себя не строй. В той же крови замарана. Вот теперь мы слышим правду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова